Всем привет! Сегодня расскажу, как раздобыть самый дешевый интернет себе на дачу. Я сейчас нахожусь в Тульской области. Приехал я сюда из Москвы на электричке и потратил на это 2 часа, чтобы сюда добраться. Что-то денег туда-обратно смотаться 630 рублей, по-моему, стоит примерно. На билете написано, сейчас найду, покажу. В общем, суть в том, что здесь можно приобрести сим-карту Мегафон с тарифом «Включайся, общайся», с абонентской платой 190 рублей в месяц, с полностью безлимитным интернетом, который действует на территории всей России. Плюс еще там входит 1000 минут, но 1000 минут, в принципе, мне неинтересно, потому что у меня и так хороший тариф. Но эта 1000 минут тоже, она действует для звонков на любые номера России. То есть можно в любой регион звонить, они будут расходоваться. Куда девать потом эту сим-карту? Те, кто знают, как ей пользоваться, молодцы. Кто не знает, тот может стоять, в принципе, в любой смартфон, включить режим модема и пользоваться этой симкой. Мегафон не блокирует режим модема. Но использовать в модемах и роутерах запрещено. Как бы законные способы обхода этого отсутствуют. Незаконные, ищите в интернете, я подсказывать не буду, у нас легальный контент. Пойду за симкой. Буквально вот здание с желтым вторым этажом. В нем находится офис мегафона, пойду посмотрю, работает ли он. Будет большое, конечно, разочарование, если я приехал зря. Потому что больше сегодня я уже съездить до Тулы не успею. Вот она, заветная. Те, кто нас давно смотрит, знают, что мы сидим на безлимите от МТС. Мы купили симку, когда ехали из отпуска в Ростовской области. Заехали в Ростов-на-Дону. Это было года, не знаю, два или три назад. Заскочили, купили симку с тарифом безлимитище. На тот момент еще у всех операторов были тарифы с безлимитным интернетом. И у МТС эти тарифы работали по всей России. Соответственно, мы приехали в Московскую область с этой симкой. Все здесь подключили. Пользовались замечательно. Обонентская плата была 400 рублей. Со скидкой там 360 получалось. Но нас не устраивала скорость. Потому что у МТС прям беда с исходящим трафиком. Входящий еще там куда не шло, там 8-12 мегабит. А исходящий был где-то в районе 3-4 мегабит в лучшем случае. Поскольку у нас здесь стоит видеонаблюдение, мы его иногда там удаленно просматриваем. Когда там какие-то тревожные сигналы приходят или еще что-то. И при таком интернете крайне неудобно его было просматривать. Хотели поменять на мегафон, потому что мегафоном пользуемся в мобильных телефонах. И у меня, и у Аллы сеть мегафон. И интернет у мегафона просто несравнимо быстрее и качественнее работает, чем у МТС. Мало того, мегафон еще не запрещает использовать на устройствах, в которых вставлены сим-карты с безлимитным интернетом, режим модема. Что очень важно. То есть можно этот интернет раздавать на другие устройства. МТС за эту услугу дополнительно берет деньги. Ежесуточно там по 50 рублей, по-моему, они снимают. Вот это крайне неудобно. Соответственно, начал подыскивать варианты. В Москве можно было взять мегафон за самый дешевый тариф с безлимитным интернетом. 650 рублей. Действует безлимитный интернет на территории всей России. Но меня жаба душила с 360 переходить на 650. Начал искать по другим регионам, потому что все операторы в разных регионах имеют разные цены. И наткнулся на интересную штуку. Вот, собственно, мегафон, включаясь, общаясь, акция, обкатывает в Тульской области по 190 рублей. И я думаю, недалеко, надо брать. Искал, с кем съездить, не нашел, поехал один, думал на машине, подсказали на электричке дешевле. Приехал, купил. В процессе покупки, значит, общался с продавцом, консультантом в салоне. Она рассказала, что они под выходные специально заказывают больше сим-карт, потому что едут из других регионов люди именно за этим тарифом. То есть, когда я пришел, сказал, я хочу купить сим-карту, я хочу подключиться. Она говорит, вы типа с новым номером? Я говорю, да. Говорит, вероятно, вот этот тариф, включаясь, общаясь, акция. Я говорю, да, конечно. Говорит, знаете, типа, сейчас все его подключают. У нас, говорит, человек даже, говорит, из Питера приехал, чтобы купить эту сим-карту. Я говорю, что прямо из Питера? Она говорит, ну, был там в командировке в Москве, в итоге доехал до нас, купил. Вот. И у них большой спрос. И единственное, что она мне сразу сказала, что обещали, что будет фиксированная цена до нового года. Но буквально неделю назад пришла информация, что там с 20-го числа поднимают цены, и будет тариф уже стоить 290 рублей. То есть, я еще успел купить за 190 рублей. И у меня эта цена фиксированная, и она расти не будет. По крайней мере, по заявлениям консультанта в салоне. Вот. И как бы сейчас уже мы неделю на этом интернете. Все работает замечательно, отлично. Как бы скорости просто вообще прям фантастические. Там 40 мегабит туда, 40 мегабит сюда. У нас даже отдача сейчас больше, чем закачка. Вот. И пока мы этот ролик собирались как бы доделывать, монтировать, еще появилось одно интересное предложение, которое, возможно, будет полезно тем, у кого мегафон ловит не очень. Ну, либо кто захочет платить реально 200 рублей в месяц, а не 290, потому что я думаю, что за 190 мегафон уже лавочку прикрыл. И теперь за 290, если вы не захотите ехать в Тульскую область и пользоваться именно прям скоростным интернетом, а у вас устроит качество интернета МТС, то есть еще фишка. Можно купить любую сим-карту МТС, либо же от другого оператора перевести номер в МТС. И после этого в интернете есть достаточно много предложений о продаже специального кода для перехода на тариф МТС Smart для своих. Это тариф, который МТС сделал для сотрудников своих. Это как бы сотрудники получают определенное количество кодов, которые они могут раздать по своим родственникам, друзьям, чтобы люди платили за связь очень дешево. Тариф включает в себя на данный момент 600 минут звонков, по-моему 600 смс. И вот буквально абсолютно недавно на днях, это уже даже было после того, как я съездил в Тульскую область, они сделали полностью безлимитный интернет, который, собственно, вот в эти 200 рублей тоже входит. Соответственно, безлимитный интернет работает на территории всей России, но с оговоркой. Если у Мегафона он работает прям вообще без всяких вопросов, то есть в любом регионе у вас будет полностью безлимитный интернет, то на МТС, если вы выезжаете за пределы домашнего региона, то у вас первые 500 мегабайт идут без ограничения скорости. Все, что выше, идет уже с ограничением скорости. То есть 500 мегабайт в сутки они дают на большой скорости, дальше скорость режут. В домашнем регионе, соответственно, полностью безлимитный интернет. Поэтому смотрите, выбирайте, делайте выводы. На мой взгляд, вот эти два предложения просто вообще великолепны для всех мест, где есть отличное сотовое покрытие. Если вы считаете это видео полезным, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и жмите колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok